Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем книгу Исаии. Сегодня у нас седьмая глава, чрезвычайно важная и интересная. На Иерусалимском престоле, на престоле царя Давида, царя Узиягу, о котором речь шла в начале шестой главы, сменил Ахаз. С упоминания о нем начинается седьмая глава. И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Азии, царя Иудейского, Рицин, царь сирийский, и Факей, сын Рималин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. Хорошо известно, о чем идет речь. В книгах царств мы также читаем и события вообще ближневосточной истории, не только библейской, но и события, связанные с окрестными народами, прежде всего, с Сирией, позволяют нам датировать это событие, события нападения Рицина и Пекаха, так точно ими его звучит не Факей, а Пеках, израильский царь, которые вместе объединились, объединили свои армии, Израиль и Сирия, Дамаск, против Иудеи, против Ахаза, молодого царя, едва вступившего на престол. 735-734 годы и по имени нападавших, сирийцев и израильтян, эта война против Иудеи называется сиро-эфраемитской в науке, в исторической науке. Эфраим или Ефрем — это Израиль, это северная страна, северное царство, которое уже начинало организировать, и дни которого были сочтены. Пройдет лишь десяток лет, и столица Израиля Шамрон, уже не при Пекахе, а при его преемнике Оше, будет осаждена ассирийцами, и через три года осады будет взята 722 год, падение Шамрона, падение Самарии, а 735 год, то есть на 13 лет раньше, 734 также на 12 лет раньше, это самая сиро-эфраемитская война, с упоминания которой начинается с 7 глава. Итак, коалиционные войска ефремлян, то есть израильтян, и сирийцев нападают на Иудею. Видимо, это происходит в самом начале царствования юного царя Ахаза. Зачем они это делают? Их целью осады Иерусалима является свержение Ахаза с престола. Они хотят посадить более сговорчивого царя не из дома Давидова, то есть не Давидида, не потомка Давида, потому что Ахаза они не могут уговорить вступить в антиассирийскую коалицию. В то время на Ближнем Востоке сколачивалась антиассирийская коалиция, коалиция, целью которой было противостоять экспансии ассирийцев на Ближнем Востоке, отстоять свою независимость. А Ахаз был в ассальной зависимости от ассирийского царя, впрочем, как его предшественник Узиягу. Ахаз на это не шел, и тогда они решили его просто сместить, поставить какого-то более сговорчивого человека, сын Тавиила он называется в другом месте. И вот они осадили город, осадили столицу Иудеи, Иерусалим, но взять эту столицу им не удалось. Ахаз был хоть и юным царем, но не глупым. Он послал посольство к Теглад-Паласару III, к ассирийскому царю. И царь этот ассирийский он почил в 1927 году, то есть он еще в то время, во времена Ахаза, был в силе, в могуществе своем. Великий царь-реформатор Теглад-Пелезер III послал к нему посольство с верноподданническими заверениями, с дарами, подтверждая свою вассальную от него зависимость и просит защитить его от агрессии израильтян и сирийцев, арамеев. Теглад-Паласар, конечно, не застал себя долго ждать. Срочно была отправлена экспедиция карательная, и все расставил он по своим местам. Решительно, стремительно его конница, его передовые части ворвались в Израильское царство и оккупировали его. Он не стал, Теглад-Паласар III, полностью ликвидировать Израильское царство, оно какое-то время еще просуществует, только лишь его преемник Салмонасар V осадит Самарию с целью покончить с израильской независимостью. Но вот эти отрезвляющие действия сирийского императора, они заставили срочно свернуть все военные действия против Иудеи, и они ретировались. Ретировались этот самый Рецин, царь из Дамаска, сирийский, арамейский, и Пеках, в синодальном переводе называемый Фокей, сын Рималиин, царь израильский. Пошли обратно, эта история описывается и в анналах из сирийских царей, и описывается она в исторических книгах Ветхого Завета, в Четвертой книге царства, например. Вот такой исторический фон этой главы. Вот что можно сказать о первом стихе. И было, во время этого нападения, было возвещено дому Давидову и сказано, сирияне расположились в земле Ефремовой. На север от Иудеи Израиль, а на север от Израиля Дамасское царство, арамеи сирияне. Сирияне уже пришли к израильтянам, чтобы их армия могла вместе с ними составить коалиционные войска и напасть на Иудею. И вот уже это время близится. И предупреждается дом Давидов, в данном случае это и царский дом, и вообще вся Иудея. «И всколебалось сердце его, кого его, Ахаза, о котором шла речь в первом стихе, молодого царя, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». Он очень сильно испугался. Слабый царь, маленькое государство, которое не может противостоять не то что Ассирии, вассалом, который себя признает, но и вот этих двух царств, каждый из которых могущественнее его, Дамаск и израильтяне. «И сказал Господь Исаии», вот Господь начинает действовать через своего пророка, направляет его в дом царский, к Ахазу. «Выйди ты и сын твой, Шаар Ясуф, навстречу Ахазу». Интересное имя у сына пророческого. Его зовут Шаар Яшув. Буквально это значит остаток. Шаар — это остаток. Яшув возвратится. Возвратится остаток. «Говорящее имя». Будет у Израиля еще одно чадо с говорящим именем. Вот здесь говорится о некоем остатке. Депортационная политика была уже хорошо известна, политика ассирийских владык. И рано или поздно северные колена должны были быть депортированы в пределы коренной ассирии. Рано или поздно депортация уже не при ассирийцах, а при вавилонянах во время вавилонского господства ново-вавилонской державы постигнет и южное царство его обитателей. Вот интересное имя у сына Исаии. Остаток возвратится. Исаия посылается навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда. Речь идет об искусственных водохранилищах, которые обеспечивали водой жителей столицы. На дорогу к полю Белильничему. Там белильщики занимались своим ремеслом, отбеливали. «И скажи ему, наблюдай...» Эти слова должен сказать Исаия своему царю Ахазу. «Наблюдай и будь спокоен. Не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рицина и Сириян и сына Рималийна». Сыном Рималийном здесь назван Пеках. Рималия, так звали его маму. И Сирияне здесь сравниваются с горящими головешками. Обгоревшая головешка, но еще она дымится. Она уже никакого не представляет, никакой угрозы. Дымящаяся головешка. Вот это две дымящихся головни. Не бойся их, они не представляют для тебя опасности. Ты под божественной защитой. Господь тебя защитит, царь Ахаз. Не бойся. Таким образом, Господь через своего пророка, через Исаию, одобряет и укрепляет. Ахаз, имя самого Ахаз, значит, держаться крепко, схватить. Ахаз должен держаться за Господа и его пророка. «Сирия, Ефрем и сын Рималийн, израильский царь, царь Ефрема, умышляют против тебя зло, говоря, против Ахаза, «пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова». Даже по имени не назван тот, кого они хотят поставить на место потомка Давида в Иерусалиме. Он с презрением назван сыном Тавэля. Какой-то богомерзкий человек, которого хотят поставить на место Ахаза вот эти агрессоры, которые осаждают Иерусалим. Сирийцы в коалиции с израильтянами. Но Господь Бог так говорит. Это не состоится и не сбудется. Все в руке Божьей. Люди могут большие и большие военные планы строить, но победу дает Господь. И не даст Господь победу сирийцам и израильтянам. «Ибо глава Сирии — Дамаск, Дамесок, столица Сирии и до сих пор, а глава Дамаска — Рецин, так зовут царя, правящего в Дамаске в южно-сирийском городе-государстве. А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом». Ефрем — Северное царство, названное так Ефремом по своему северному, по самому многочисленному и могущественному колену этого северного десятиколенного царства. То есть здесь метанемия. Словом «Ефрем» обозначается весь Израиль. Одним коленом обозначаются десять. «Перестанет быть народом через 65 лет». То есть будут они депортированы. Вот это число 65 представляет определенную трудность для экзегетов. Ведь от Сиро-Ефремитской войны до падения Шамрона, Самарии, северной столицы, пройдет не 65 лет, а пройдет всего лишь 12-13 лет. Почему же здесь число 65? Некоторые полагают, что здесь пророчество о каких-то событиях которые будут происходить на территории бывшего Израильского царства в Шамроне в середине VII века. О каких неизвестно. О каких-то событиях, связанных с ассирийцами также, о которых мы не знаем. Но «Ефрем» перестанет быть народом. Может быть, «Ефрем» депортированный, северное колено, депортированный в коренной Ассирию, очень быстро ассимилируется, растворятся в этом море ассирийских народов, населяющих Ассирийскую империю, и перестанут быть народом, перестанут быть единой общностью. Может быть и так. Продолжается речь. И глава Ефрема – Самария, то есть столица Израиля, город Шамрон. А глава Самарии, то есть царствующий в Шамроне, царь – это сын Рималиин. Речь идет о Пекахе. «Если вы не верите, то потому что не удостоверены». И дальше, 10 стих. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал». Господь не обращается напрямую к царю иудейскому. Господь обращается к нему через Исайю. Через Исайю же он будет обращаться, и, например, к Хискиягу, к языке и царю, когда тот заболеет и по другому поводу. «Продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал через Исайю, «Проси себе знамения у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». Ахаз не верит, что Исайя послан Богом, не верит, что он будет спасен, он дрожит, как осенний лист на ветру, или как хвост у бездомной собаки. Дрожит, и сердце его объято страхом, трепещет. Он не верит. Не верит, потому что вот враг у ворот, что ты можешь сделать, Исайя? Не верю я, что тебя послал Господь. Тогда для того, чтобы быть удостоверенным, 9 стих, дается знамение, и призывается Ахаз Господом через пророка просить себе знамения, знака, чтобы удостовериться в истинности слов пророка. И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Казалось бы, ну, попроси себе знамения, удостоверься, наконец, укрепись, утвердись, перестань бояться. Он говорит, не буду искушать Господа. Тогда сказал Исайя, «Слушайте же дом Давидов». Обращается к царскому дому, к Ахазу и ко всей его челяди. «Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?» Для Бога невозможно затруднить. Для него нетрудно ничто. Для него все легко. Но Ахаз пытается делать то, что невозможно. Пытается Бога затруднить. Ну, Ахаз стесняется или боится просить знамения, не хочет искушать Господа, как он говорит, испытывать. Тогда сам Господь даст Ахазу знамения. И вот дальше звучат слова. Эти слова находятся в 14 стихе 7 главы, которые чрезвычайно важны. Я их сейчас зачитаю. Итак, слова Исаии. «Сам Господь даст вам знамение. Все девы в очреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануэль». Удивительные слова. Как понять их должен был Ахаз? Что он понимал? Что-то неслыханное? Дева в очреве приимет и родит сына. Как может дева родить? Здесь говорится не только о том, что произойдет во время Ахаза, и даже не столько, как... То есть это пророчество, оно превосходит исторический контекст и обращено в далекое для Исаии и для Ахаза будущее. Речь идет о пречистой деве Мариам, которая родит сына. События, связанные с Рождеством Христовым. Потому и имя чудесному сыну будет дано Иммануэль. Эль – это Бог. Элогим. Сокращенно Эль. А Имману – это с нами. С нами Бог. Иисус, родившийся от Марии, Он является видимым, воплотившимся, ставшим человеком Богом. С нами Бог. Эти прекрасные, радостные слова мы каждый год не только читаем, но и поем в праздник Рождества Христова. Мы произносим эти слова в песнопениях, торжественных гимнах, говорим «С нами Бог», разумеете, языцы, «Яко с нами Бог» и другие песнопения. Исаии 7.14 является мессианским, одним из величайших мессианских пророчеств, содержащихся в книге Исаии. Казалось бы, при чем здесь Ахаз? При чем здесь Рецин? При чем здесь Пеках, напавшая на Ахаза? При чем здесь даже Исаия? Вот так Слово Господне звучит. Как любое пророческое слово, оно имеет не только ближайшую, и может быть, даже не столько ближайшую, сколько дальнюю, отдаленную перспективу. В данном случае речь идет о Богопоплощении, о пришествии в мир Спасителя Христа. «Если с нами Бог, если Иммануэль, то тогда чего нам страшиться? Чего нам бояться, когда с нами Бог? Если Бог за нас, кто против нас?» Далее говорится об этом чудесном Иммануэле. Он будет питаться молоком и медом, то есть будет изобилие, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Младенец, он учится отвергать худое и избирать доброе. Как всякий младенец, конечно же, и Господь Иисус учился, Он учился ходить, Он учился отвергать худое и избирать доброе. Ни единого греха Господь Иисус Христос не совершил, но Он был, как всякий младенец, научен, питался, учился, уразумевал. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля, та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Вот мы видим здесь, что пророчество имеет ближайшую перспективу, но в этом случае не ясно, правда, о какой деве, о каком младенце Иммануиле идет речь и дальнюю перспективу, мессианскую, и связывается с рождением в Вифлееме, Бейтлехеме, потомка Давида, потомка Ахаза и Иисуса, которого люди будут называть, нарекать с нами Бог. Прежде этот младенец будет разуметь, то есть в ближайшее время, в очень близкой перспективе. Вот так мы на этом примере видим, что пророчество может иметь не одну, а больше перспектив. В данном случае здесь совершенно очевидно, что пророчество об Иммануиле не исчерпывается временем, ближайшим к Исаии и Ахазу, оно имеет перспективу дальнюю, мессианскую, которая осуществится, исполнится, это пророчество исполнится через семь с лишним веков. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать, худая и добрая земля, та, которой ты страшишься, то есть северная земля, Израиль, Сирия будет оставлена обоими царями ее. В 732 году, то есть через два года после этих событий, два, может быть, с небольшим, падет Дамаск. Теглат-Паласар, третий, возьмет этот город, захватит его, с ним будет осуществлена расправа, часть жителей будут казнены, большая часть депортирована в пределы коренной Ассирии. Дамаск станет очередной провинцией Ассирийской империи, управляемой администраторами, назначаемыми из столицы. Пройдет еще какое-то время, то же самое случится с Шамроном, израильской столицы. Появится у Ассирии еще одна провинция под названием Шамрон. Ассирийцы, они не размышляли, как назвать очередную захваченную землю, превращенную в провинцию, просто называли ее по главному городу. Вот так появились провинции у Ассириан, провинции Дамаск и Шамрон. А вот провинции Иерушалаем у них не появилось, потому что Ахаз вовремя сориентировался и попросил помощи у Теглат-Паласара, ассирийского повелителя. И тот его защитил и наказал, сурово наказал израильтян и сирийцев. Сирийцами было покончено в 732 году, с израильтянами в 722. Через 10 лет уже не при Теглат-Паласаре третьем, а при Салманасаре пятом и при преемнике Салманасара пятого, Саргоне втором. Молоком и медом. «Но наведет Господь на тебя и на народ твой, продолжается речь обращенная к Ахазу, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского». Этот царь ассирийский придет на водне того полчища и Иудею. Собственно говоря, походов было несколько, мы не знаем о каком конкретном здесь походе, а с сирийцев идет речь. Если предполагать, что речь идет о походе Теглат-Паласара третьего, то иудейское царство особому нашествию не подвергалось, подвергалось Северное царство. Если говорить о походе Салмонасара пятого, то тоже была осуждена Самария, Шамрон, но не Иерусалим. Если речь идет о походе Санхирива в 701 год, ставка его была в Лахише, послал он свои полчища к вратам, к стенам Иерусалима в 701 году, когда Иерусалим правил все иудеи, правил Хискиягу и Зикия. Эти события будут описываться дальше. Быть может, к этим событиям данное пророчество, данная весть подходит больше всего. Отпадение Ефремова произошло когда? Оно произошло при сыне царя Соломона, Шломо, которого звали Рехавам, Руам, с надального перевода. против него восстал Яровам. Единое царство Давида Соломонова было разделено на два царства. Мятежный Яровам организовал Северное царство Десятиколенное. С тех пор уже не было истории Единого царства Давида Соломонова, а была история двух царств, как это описывается в книге Малахим. Книга Малахим это наши третьи и четвертые книги царств. Вот с того времени, с далекого времени, с девятого века, с начала девятого века, с начала прошу прощения десятого века, вот с тех далеких времен, с этого мятежа Яровама до нынешнего времени не было таких тяжелых дней, какие наступят. Господь наведет царя Ашура. Первая тоталитарная империя, претендовавшая на мировое господство, ассирийская, новая ассирийская держава, представляет собой угрозу для маленькой-маленькой Иудеи, страны, затерянной в Иудейских горах, совершенно незащищенной даже перед каким-то сирийским царем, не говоря уж об ассирийском, самом могущественном царе того времени. Его наведет этого ассирийского царя Господь. Господь наводит вражьи полчища на свой народ. Так было, так есть и так будет до скончания века, потому что все армии и все полчища в руке Господней. Господь посылает эти армии языческие, долопоклоннические против своего народа для того, чтобы свой народ вразумить, наказать, сурово наказать, но с любовью. Это нужно для того, чтобы шаар-яшуф вернулся остаток, для того, чтобы народ получил урок и избавился от тех грехов, которые в народе господствуют. В иудейском народе времен Исаии какие грехи были основными, идолопоклонство и социальная несправедливость, царившая в обществе. И будет в тот день Айом Агу тот день это синоним выражения День Господень. День вмешательства Бога в историю Израиля. И будет в тот день даст Господь мухи, которая при устье реки Египетская Еор Мицраем река Египетская это Нил, конечно же и пчеле, которая в земле сирийской муха и пчела такие метафоры Египет с одной стороны на юге на севере Ашур и вот они прилетят говорит пчела и муха то есть придут египтяне придут ассирийцы и усядутся все они по долинам опустелым и по расселенным скал и по всем колючим кустарникам и по всем деревам. Природа святой земли Израиля здесь описывается скалы, кустарники, дерева. Вся земля будет оккупирована вражескими войсками. В тот день обреет Господь бритвою нанятую по ту сторону реки царем Ашура голову и волоса на ногах и даже отымет бороду. Депортируемых пленников обычно брили. Мы читали выше в предыдущих главах где говорится о том, что вместо прекрасных украшений дщери Сиона то есть иудеев женщин иудейских у них будет на голове плеж то есть они будут выбриты и вместо прекрасных украшений у них будет дерюга одета на них будут припоясаны они веревкой обыкновенной и так их связанными веревками в дерюгах во вретище будут уводить в плен бороды и ноги волосатые обреваются новыми повелителями ассирийцами народ гонится в плен это предсказывает пророк это уже происходит с северным соседом иудеи это будет происходить и с южным но постепенно не сразу и будет в тот день эсхатологическое выражение означающее день господень кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока который они дадут будет есть масло маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле о масле и меде шла речь выше где говорилось о младенце чудесном иммануэле который будет питаться молоком и медом пока не научится разуметь худое избирать доброе и отвергать худое и будет в тот день с определенной регулярностью ритмичностью повторяется и будет в тот день 18 стих 21-й 23-й на всяком месте где росла тысяча виноградных лоз на тысячу сребренников будет терновник и колючий кустарник то есть запустеет опустеет земля в результате нашествия египтян и ассирийцев египтяне не скоро придут фараон Нехо отправится завоевывать отправится покорять и воевать с ассирийцами и будет знаменитая битва при Кархимише на закате истории ассирийской империи после этого ассирийская империя прекратит свое существование и ей на смену придет ново-вавилонская держава начнется вавилонская эпоха но произойдет это не скоро через несколько десятилетий но здесь это уже видимо предвидится предсказывается и возвещается со стрелами и луками будут ходить туда ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником земля запустеет земля будет оставлена своими жителями едва лишь может быть десятая часть потом вернется ее возрождать уже в персидскую эпоху при Зарубавеле при Эзре при Нехемии при Иисусе Синеиоцедековом и при других вождях иудейского народа возвратившихся из Галута из плена в начале персидской эпохи об этом мы читаем в книге Ездры в книге Нехемии и в книгах таких пророков как Агей например и Захарья Хагай и Захарья и ни на одну из гор которые расчищались борозниками не пойдешь боя стерновника и колючего кустарника туда будут выгонять валов и мелкий скот будет топтать их бывает настолько плотно зарастают колючими кустарниками склоны гор что и сейчас без мачеты не проберешься невозможно человеку продраться сквозь эти колючие кустарники вот что будет с землей возделываем с пашнями там где были борозды будут расти колючие кустарники туда нужно будет выгонять валов и мелкий скот вот такое пророчество в чем-то черты этого пророчества похоже говорят о скором его исполнении во времена Ахаза прежде чем Младенец начнет отвергать худое избирать доброе но в чем-то они говорят о далекой перспективе перспективе которая будет во времена столкновения египтян с ассирийцами и битве при Кархимиши в эту эпоху но еще больше по всей видимости здесь говорится о мессианско-эсхатологических временах связанных с пришествием в мир Избавителя с которым Бог Иммануэля а значит Бог из теми кому Он послан то есть с нами с нами Бог Иммануэль Господь наш Иисус Христос говорится в этом пророчестве о Нем вновь повторю что 14 стих 7 главы содержит величайшее мессианское пророчество содержащееся в книге Исаии есть дальше в других главах еще несколько мессианских пророчеств немало даже но вот это одно из самых величайших во всем священном писании Ветхого Завета Иммануэль с нами Бог разумейте языцы и покоряйтесь яко с нами Бог запись делается для библейского портала Экзегет Мессианское Продолжение следует...